Пять человек приехали из разных районов края, каждый со своими проблемами и предложениями. Библиотекарь из села Ковалевская Анна Фидоляк попросила губернатора помочь в ремонте дороги на улице, где в основном живут пенсионеры. Мы с ребятами ходили поздравлять ветеранов. А там как раз два ветерана живет, очень пожилые люди. И дело в том, что там улица в очень ужасном состоянии, очень огромные лужи, глубокие, чтобы обойти их, это нужно чуть ли не к забору подходить, там очень большая грязь. В первую очередь спасибо вам за жизненную позицию, потому что, знаете, когда вы сами берете детей, идете к ветеранам, изначально, что традиция, а слава богу, что она есть. Да, согласна. А теперь к улице. А что за ситуация с улицей? До 1 июля мы на условиях софинансирования по уличной дорожной сети 10% закладывает. Проселение 143 тысячи рублей и 1 миллион 287. Мы будем выделять средства из дорожного фонда. Я очень надеюсь, Александр Дмитриевич, и вы, и Андрей Дмитриевич, что вы Анну Алексеевну и меня не подведете. И эта улица, на самом деле, будет. Потому что, объективно, если тем более на этой улице живут ветераны, друзья, мы давно должны были уже отремонтировать и дать возможность и детям, самое главное, дойти к ветеранам. И ветеранам дойти к детям. А вот Александр Мастепан попросил помочь ему лично. Парень – сирота. И стоял в очереди на квартиру. Когда подошло время ее получать, он ушел в армию. Вернулся уже без надежды на собственное жилье. И когда сами пришел, сказали, что нет квартиры. Вениамин Кондратьев на месте потребовал объяснить ситуацию. Ведь в Северском районе, где живет Александр, для детей-сирот даже специально строят многоэтажные дома. Я был в большом удивлении, что ценный микрорайон, можно сказать, из четырех или шести домов. Я считаю, что район, наверное, лучший в крае по обеспечению детей-сирот жильем. Поэтому давайте не подводите. Будут предоставлены субвенции. После проведения торгов, да, ему будет предоставлено в этом году жилое помещение. Довольно ответом губернатора осталась и Ольга Рожнова из Новопокровского района. Как оказалось, там очень активно развивают пляжный волейбол. Несмотря на то, что пляжей там нет, районная команда стала чемпионом края в этом виде спорта. Губернатор пообещал, что поддержит строительство специальных площадок для тренировок. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Даже если у них нет.